Красивые и удобные дорожки Красивые и удобные дорожки – один из важнейших элементов сада. Любому дизайнеру под силу нарисовать красивые линии дорожек и придумать изысканный узор мощения. Но, к сожалению, далеко не все исполнители ландшафтных работ делают мощение в садах по-настоящему надежным и долговечным. Для начала разберемся в терминологии. Мощение – это действие по покрытию горизонтальной поверхности брусчаткой, тротуальной плиткой или иным подходящим для этого материалом. Слово «мощение» означает работу, цель которой – сделать что-либо более мощным. Происхождение восходит к доисторическому слову «мост», означающему крепкое, надежное, мощное сообщение между двумя твердыми и устойчивыми объектами. В Сибири, где я живу и работаю, очень непростой и непредсказуемый климат. Долгая, холодная и снежная зима и жаркое лето. Глубина промерзания грунтов в зависимости от типа почв может быть до двух с половиной метров. Весной оттаивание происходит медленно и неравномерно. В зависимости от структуры и влагоемкости почв, в течение всех весенних месяцев цикл оттаивания и замерзания может повторяться неоднократно. Отсюда и происходят, казалось бы, незначительные подвижки грунта, которые приводят к разрушению тротуарного мощения, выполненного способом плитка на песок. Кроме этого, из опыта мы выяснили, что немаловажным является то, на какое основание планируется выполнить тротуар. Если в этом месте никто никогда ничего не копал, то основание – это хорошо отслежавшийся грунт, имеющий довольно плотную структуру, а следовательно, при весеннем набухании почвы будет менее подвижным. Если в процессе строительных работ происходили раскопки с обратной засыпкой, то необходимо убедиться, что грунт во время обратной засыпки был тщательно утрамбован. В противном случае образование воздушных пустот влечет за собой медленное, в течение нескольких лет, проседание грунта, а значит, разрушение любой, выполненной на его поверхности строительной конструкции. Есть еще одна причина разрушения мощения, выполненного на так называемое «мягкое основание». Эта причина не зависит от климата, а больше – от принятой как должное человеческой неряшливости. В каждом, даже самом современном коттеджном поселке, найдутся неухоженные участки, заросшие бурьяном. Да и в общественных местах это не редкость. Семена сорняков беспрепятственно летают и с удовольствием сеются, и прорастают везде, где есть маломальские созданные условия. Чтобы спокойно давать гарантию на работы нашим заказчикам, мы уже более 15 лет используем проверенную временем технологию устройства тротуарного мощения. Все покрытия в частных садах и на общественных территориях мы делаем исключительно из армированного бетона, сверху покрытого тротуарной плиткой, приклеенной на специальный раствор. Прежде чем приступить к выполнению работ по устройству мощения, мы убеждаемся, что в данном месте не производилось никаких раскопок. В противном случае необходимо произвести замещение грунта с механической трамбовкой. После определения нужного уровня финишного мощения, выбираем грунт на необходимую толщину. Толщина пирога зависит от назначения мощения и толщины тротуарной плитки. Слой щебня под любое мощение достаточно 15-20 см. Толщина армированного бетона для пешеходных тротуаров составляет 10 см, для проезда автомобилей 15 см. Армирование для пешеходных тротуаров выполняем кладочной сеткой с ячейкой 50 на 50 мм и толщиной прутка 4 мм. Для автомобильных проездов и парковок армирование выполняется арматурой класса А400 диаметром 8-10 мм. Марка используемого бетона B15. В качестве клея для укладки тротуарной плитки мы используем готовую сухую смесь для наружных работ. Также можно использовать обычный кладочный раствор с добавлением пластификаторов. Межплиточные швы при укладке плитки наполовину заполняются раствором, а остальное пространство засыпается сеянным песком. Тротуарную плитку выбираем у проверенных производителей. Назначение покрытия при такой технологии не влияет на толщину плитки. Даже для парковок можно использовать плитку толщиной 30 мм. Только необходимо знать толщину плитки заранее, чтобы финишное покрытие оказалось на нужном уровне. Почему только эту технологию мы рекомендуем нашим заказчикам? Во-первых, правильно выполненное армированное бетонное основание является гарантированным барьером от весенних подвижек грунтов. Это подтверждается нашим многолетним опытом. Во-вторых, семена сорняков практически не приживаются. В забетонированных межплиточных швах, тем самым не разрушая покрытие. Есть еще один немаловажный аргумент. Несмотря на изначально более высокую стоимость такого мощения по сравнению с плиткой на песок, его можно делать в два этапа с разрывом в несколько лет. Армированный бетон, не закрытый плиткой, в течение двух-трех лет спокойно может эксплуатироваться без потери качества. Нашими заказчиками в основном являются люди со средним достатком. И в 100% случаев нам удается убедить их делать именно по такой технологии. В половине случаев устройство такого мощения мы разбиваем на два сезона. В первой делаем бетонное основание, а на следующий год укладываем плитку. В этом случае заказчик получает надежное и долговечное мощение, при этом растянув свои расходы во времени. А мы спокойно можем давать гарантию и возвращаться на эти объекты для фотосессий спустя даже 10 лет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok